Динамо на груди, Динамо на экране, значит карьера за киевское Динамо. Логично. В этом сезоне мы не знали ни единого поражения. Прекраснейший август и вот средина сентября. Матч против Барселоны завершился поражением 2-0. Это первое поражение в этом сезоне для Луческу и для всего киевского Динамо. Кто не видел предыдущий выпуск, обязательно приходите, смотрите. И в первую очередь в этом выпуске, что я хочу сделать, так это изменить сложность. Вместо легенды, Ultimate. Да, это жестко. Кто не в курсе, я на Ultimate сложности катаю карьеру за Верес и мне жуть как понравилось. Киевское Динамо после 6 туров находится на первой строчке. 16 набрано очков. На втором месте Донецкий Шахтер, у них 14. И третью, четвертую строчку делят между собой Ворскла и Заря. В аутсайдерах Колос и Днебрадин. Колос вообще как-то сложно стартанул. После 6 туров у них 0 побед, 1 ничья и 5 поражений. Между прочим, в четвертьфинале кубка мы играем против того же Колоса. Но вы сами видели в какой они форме. Это вот. И если в Кубке Украины нам еще повезло со жребием, то вот Велчеп, Ювентус, Барселона. Ну и Глазго Рейнджерс. Мне кажется, что именно с командой из Шотландии мы будем бороться за Лигу Европы. Кстати, в этом выпуске против них мы и сыграем. А ребят, 26 числа мы уже с вами увидим финал Лиги Европы. Вилья Реал, Манчестер Юнайтед. А перейдя по закрепленной ссылке в комментарии, вы получите бонус в размере 2500 гривен на первый депозит. Также отпишите в комментарии, как вы считаете, как закончится этот финал. Ссылка в описании. Ставьте с умом и побеждайте. На поединок против футбольного клуба Львов я не могу выпустить свой самый боевой состав, так как вы сами в курсе, что прошлая игра у нас была против Барселоны. Добык, Гарма, Швей, Пещер, Моленко, Шапаренко, Андреевский, Тымщик, Забарный, Сиротаки, Дзера и Бущат. Ну теперь выделываться мне особо не приходится. Команда играет на алтимейт сложности. Хорошо. Ой-ой-ой, умница. Вот такие вот первые минуты. Добык, Добык пробить. Добык, ты чего? Прямо вот реально нужно раздуплиться. Потому что вот такие вот моменты. Потому что вот такие вот моменты. Ребят, я думаю, вы оцените. Такой вот мой ход в этой карьере. Шапаренко, сегодня он играет чуть ниже и сразу вот такая вот неточная передача. Эпка Львова это самая нерезультативная команда. Кострелом. Головой. Ермоленко головой пробивает Ермола. Ну и вот, кстати, Ермоленко очень часто появляется в составе Киевского Динамо. Даже это при том, что Цыганков никуда не ушел. Хорошо. Шапаренко. У! Гарман! Шестнадцатая минута встречи. Хоть и играем на Ultimate сложность, но, как мне кажется, довольно просто забиваем в этом моменте. Хорошо здесь все сделали футболисты Киевского Динамо. Пас-пас. И вот решение. Отлично, запарный. Сами себе сейчас привезем. А ведь футболисты Эфка Львова могли сравнивать счет в этой встрече. Вербич. Вербич, пробивай. Беден Вербич пробил, но мне кажется, нужно было отдавать. И на подачу. На дальнюю. Кто там есть? Опа. Ярмоленко пробивает выше. Хорошо. И прострелом. После пропущенного гола, оборона Эфка Львов подсобралась. И, как мы видим, особо не допускает никаких провалов. Теперь может он сам начинать атаку. Даже, ой-ой-ой, забарный, что ж ты сделал, дружище? Отлично. Удар по воротам опять гущан. По возможности они стараются лететь вперед. Ну что ты делаешь? Свисток, который оповещает о завершении первого тайма. Счет матча 1-0 минимально, но все-таки пока мы побеждаем. Опять же, задача на второй тайм, это за первые 20 минут постараться забить гол. 2-0 и, в принципе, более комфортно мы сможем себя ощущать. Ну вот, что это такое? Ну это просто постная хуйня какая-то. Еще вот сюда пониже. Я увидел вот такое вот забиание, отдаю передачу, здесь можно выгрызть. Дал пас, гармаш. Опять гармаш получает передачу, ну! Угловой для киевского Динамо подает Ермоленко на вес, и здесь прям на голову. Пачман. Я очень сильно нервничаю, когда они подходят к моим воротам. Счет 1-0 и потерять очки в таком-то поединке будет практически непростительно. Прострелом. Забивай пустые ворота, оно, долб. Вторая голевая передача. Если в первом голевом моменте там вся заслуга, по сути, гармаша, то здесь вот, конечно, долб. На пустые ворота отдал Шапаренко. Молодцы. Вот здесь вот все отлично. Ермоленко, хорошо! Смотрите, как доиграл! Вот тебе, Ермоленко. Да что, вы, ёпт! Они все раскатывают! Ой, бущанище! Он же памятник! Все идет к тому, что мы сейчас пропустим просто гол. Хуй себе! Какие отскоки! Еще дальше. Вот она. Да ну что! Очень жалко. Три очка падают нам в копилку, но Донецкий Шахтер наступает прям на пятки. Лучший бомбардир на данный момент Кулач. Он забил 6 голов в 7 матчах. И Милевский 4 гола за 7 игр. Не, ну это камбэк уже. Приближается срок заявки. Вот оно! Вот, наконец-то я смогу выбрать ту команду, которую мы сможем ворваться на чемпионат мира. Следующая игра у нас против СКА Днепр, которые идут на 13-й строчке. Опять же, ребят, полноценный состав не может быть за игра. Поэтому вот эти вот ребята выходят на игру против Днепря. Вы знаете, ребят, возможно, это даже к лучшему, то что мы играем не основным составом. Привыкаем, так сказать, заранее играть без Цыганкова и прочих лидеров. Ой-ой-ой-ой-ой! Угу! Вот вам и начало. Идеально раскатали просто на пустые ворота, и это Хавлен. Играем против аутсайдера, напоминаю вам. На Родригеша! Легенько! Жерсон. Пробивает Родригеш мимо. На Ермоленко. Да на Ермол уже отдавал, ну куда же ты пихаешь? Хорошо, Андреевский, но нет, через пол. Не дает судья горчичник, но тем не менее заставляет понервничать. Ударище! Он при падении, походу, даже травмировался. Делает перевод на Родригеша Жерсон. Центр. Бить. Да сразу в одно касань... Ну! Ермола! Ермола! Травмированный, он до сих пор лежит. При... Ой, приземлился. Сверху на него еще по полу пал, и он уже не смог сам подняться. На дальнюю. Там один стоит. Вот она, передача! Да сколько вы можете плавить? Ну, извините меня, за 30 минут у нас было предостаточно моментов, чтобы забить. Да не, он сам там завалился. Просил уже Хабленко. 11-ти метровый, возможно, просто нарушение... Кидзера. Захиди. Ну, извините меня. Очень хорошо, что киевляне еще в первом тайме отыгрались. Идеально подключился. Сделал такой вот жесткий прострел. И один-один. Днепр-1 навязывает такую вот очень серьезную рубку. Я вам скажу, огромный шанс потерять очки в этой встрече. Они очень спокойно выходят. Хорошо, Попов. Умница! Кидзера сегодня один из лучших. Что же это за передача была? Поворотом удары Бущан. У-у-у-у. Уже Миколенко на штанге спасает. Навес. Сброс. Ой! Я думал, что через себя уже Ермоленко забьет. Хороший пас на Захидину. Пробивает Захидину, вратарь! Навес. Еще добавки. 68-я минута встречи. Наверное, нужно выпускать уже Цыганкова. Нужно любым путем дожать Днепр-1. Захиди. Увидел. Сделал заброс. Ну. Пробить. Верь, бич! Шепелев. Кстати, Шепелев также очень сильно мне нравится. Но вот что это было за барный? Вижу. Еще один момент! Захидич выждал. Сделал вот эту отрезающую передачу. Захиди. Аналогичная ситуация, как и в первом голе. Прострел. И вот она. Опять же, теперь падаем в оборону, потому что не хочется терять 3 очка. Ну, никак не хочется. С тем учетом, что играем против аутсайдера. У-у-у. Попов проспал. Ой, Попов проспал! Хабленко начал уже там пируэты выкручивать. Отлично, ребят. 3 очка опять падают нам в копилку. Вторая к ряду непростая игра для киевского Динамо, но мы оказываемся сильнее. И сейчас будет просто идеальный шанс для того, чтобы добыть первые 3 очка к киевскому клубу в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Играем против Рейнджерс. Они абсолютно так же, как и мы в первой игре проиграли со счетом 2-0. Только мы Барселоне, а не Ювентус. Долбок, Шапаренко, Вербит, Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Миколенко, Кедзера, Попов, Забарный, Бущан. Самый боевой состав. Наверное, это одна из самых забивных команд, которых я знаю. Как мне кажется, именно между этими двумя клубами будет борьба за Лигу Европы в нашей группе. На дальнюю. На вес от Миколенко Цыганков не успел. Прострелом. Хорошо успевает Сидорчук. Мне кажется, при Луческу он по-новому раскрылся. Пробивать. Буечка, хорошо. Вот этот вот чувак, у него фамилия Блэк. Расист, расист. Угловой для Киевского клуба. На вес. Вот сейчас момент еще 1-0, друзья. Это Денис Попов. 16-я минута встречи. Прекрасный на вес, но он здесь один стоял, и Попов такие решает. Очень хорошо, что мы до 20-й минуты забили этот быстрый гол. Нет, 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 там уже был оффсайд. Я поторопился. Я думаю, что, не было оффсайда, что ли? Ну, был, конечно. Что-то мне подсказывает, что после пропущенного гола глаз Гаренджерс будет нестись. Они точно приехали сюда не для того, чтобы проигрывать. Почти остановил его Буяльский. Оебал. Казалось бы, что Буяльский здесь останавливает. Вот вам и ответ от Рейнджерс. Опять. Ну, ладно. Хорош, пуща. Нужно, наверное, напихать киевскому клубу за такой первый тайм. Прострел. Ну, ну. Да, блин. А ведь за какие-то 3 минуты мы могли уже проигрывать. Я не понимаю, почему Нубуяльский проигрывает борьбу второй раз. И опять. Идентичный гол. Момент буквально ничего стоил нам пропущенного гола. И знаете, хочется забыть поскорее первый тайм. Барселона обыгрывает со счетом 1-0 Ювентус. У нас 2-1. Рейнджерс пока сильнее. Ой-ой-ой. Кент. Каждая атака наших оппонентов в сегодняшнем матче, это прям жуть как опасно. Они катают. Они понимают, что все идет в их пользу. Все идет в их пользу 3-1. Я понимаю, что Рейнджерс хорошая команда, ну. Хорошо под перекладину. Но мы играем у себя дома. В родных стенах. При своих болельщиках. То, что сейчас происходит на поле, это вообще непростительно. Никола. Пробивай. Сидор, умничка, просто лучший. 73-я минута встречи, все, выдыхаем. Выдыхаем. Туда такие не берутся, это Сидорчук, капитан команды. Я вам скажу, что если сейчас поднажать, то можно оформлять победу. Смотри, атака. Блядь, да я же отводил вправо вратаря. Мы просто идентичные голы пропускаем. Пошли вы в жопу, ну. Такая атакующая команда, как Глазго, не оставила нам абсолютно никакого шанса. Хотя, сыграя где-то поаккуратнее, мы могли бы реально зацепиться за победу. Я к этому был просто не готов. Если дела еще в чемпионате нормально, то вот в Лиге Чемпионов у нас огромные проблемы. Я понимаю, что играть в группе еще 4 игры, но как добывать очки? В общем, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на меня в инстаграме. Все нужные ссылки будут в описании. С вами был PlayJackson, до скорых встреч, пока.